Врачи называют ее деменцией, народ старческим маразмом. И в последние годы это стало проблемой не только психиатров, но и всего общества. По оценке Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году число людей с деменцией приблизится к 150 миллионам. Как же не получить шанс на деменцию и не остаться жить в прошлом? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большое спасибо за приглашение. Рада поделиться своими знаниями, рассказать вашей аудитории о этом сложном, тяжелом заболевании деменции. Да, сегодня мы о деменции. 202-11-22, телефон в нашей студии. Вы можете звонить и задавать доктору свои вопросы. Ну, а я бы хотела, чтобы мы в самом начале разобрались с какими-то понятиями. Ну, во-первых, вот последствия старости и деменции, это ведь не одно и то же? Конечно же, это не одно и то же. То есть деменция – это не есть результат нормального старения головного мозга. Деменция – это болезнь. Деменция – это синдром нарушения психической деятельности. Что такое психическая деятельность? Это результат функционирования ее субстрата головного мозга. К психической деятельности мы можем относить разные процессы, к которым… Это, прежде всего, память, интеллект, сознание, восприятие, двигательно-волевая сфера. И вот, в частности, при деменции, как при синдроме нарушения психической деятельности, мы наблюдаем такие нарушения, как нарушение речи, нарушение памяти, снижение интеллекта. И, прежде всего, как мы объясняем своим студентам на курсе психиатрии, То есть что такое деменция? Это синдром. Синдром бывает двух видов. Это синдром частичной деменции, синдром тотальной деменции. Деменция, как синдром, может встречаться при различных заболеваниях. Это могут быть наследственные нередогенеративные заболевания, например, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, болезнь Гентингтона. Это может быть состояние, которое встречается при ВИЧ-инфекции. Деменция может сопровождать сердечно-сосудистые заболевания, их осложнения. Так называемая сосудистая деменция. В чем отличие частичной от тотальной деменции? При частичной начинающейся деменции не страдает так называемое ядро личности и сохраняется критика к своему состоянию. То есть, например, бухгалтер, который всю жизнь считал и совершал какие-то сложные такие калькуляции математические в уме, вдруг не может сосчитать просто сдачу в магазине. Или человек не может запомнить, куда он положил очки и начинает их прикреплять на какую-то цепочку, веревочку носить у себя на груди. То есть человек пытается, понимает свои сложности. А он пугается при этом? Разные бывают реакции. Все зависит от личности человека. Кто-то уже понимает, что это какие-то изменения, то есть знаком с информацией. Но это действительно может вызвать эмоциональную реакцию страха, испуга, тревоги за свое состояние. Что, кстати, может еще больше усугублять состояние деменции. Но главное, что при частичной деменции люди адаптируются, стараются адаптироваться к состоянию. То есть они пишут списки, пишут какие-то напоминания о себе, пытаются призвать на помощь своих близких, родных, чтобы справиться с какими-то жизненными ситуациями. При тотальной деменции все гораздо хуже. То есть человек в корне меняется, меняется личность. И вот тут мы уже не узнаем человека, того, который был перед нами, который жил вместе с нами. И вот это очень тяжело воспринимается как самим пациентом, так и родственниками, так и обществом. То есть коллеги не узнают своего коллегу, родственники не узнают маму, отца. И даже вот мы недавно подготовили главу в зарубежный учебник по языковым нарушениям при деменции. И при деменции речь может нарушаться в таком плане, что люди могут заговариваться. Или, например, в письменной речи они могут в письме писать и, например, дублировать слоги даже в своем имени. Например, «на-де-де-жда» вместо «надежда». То есть это могут быть такие первые признаки нарушения, которые можно увидеть у наших пациентов. Но меняется не только лингвистика, не только речь у пациентов с деменцией. Известно, что меняется даже вот этот социокультурный лингвистический дискурс в обществе, как мы воспринимаем пациентов с деменцией. То есть пациентов с деменциями существуют такие семантические группы, которые выделяют лингвисты, когда они говорят о том, что люди с деменцией – это люди, у которых есть активное прошлое, но нет значимого настоящего. Это говорят «loss of self». Это люди, которые утрачивают себя. И остались жить в прошлом. И остались жить в прошлом. О чем мы здесь говорим? Это так называемый закон РИБО – нарушение памяти. То есть так и происходит у лиц с деменцией. И сначала утрачиваются при нарушениях памяти память на события ближайшие. Тогда как память на события более давнего прошлого, она сохраняется. То есть человек может не помнить, созвонился ли он с, не знаю, соцработником сегодня. Но он прекрасно помнит, как они ходили в школу, как они дружили в студенческие годы и может часами об этом рассказывать. Но то, что произошло сегодня или несколько часов назад, человек затрудняется озвучить. А вот смотрите, вы назвали уже Альцгеймера, Паркинсона. Есть все равно некая путаница. Я хочу прямо сейчас еще поподробнее на этом остановиться. Есть у нас некая путаница. Мы все это плюс шизофрению, плюс маразм, плюс деменцию включаем в одно понятие. Вот вы сказали «потеря памяти». Но это, наверное, не единственное. Вот из ярких и действительно пугающих нарушений что еще? Безусловно, то есть это нарушение памяти прежде всего. Это нарушение так называемого гнозиса или познавательных функций мышления. То есть человек с трудом понимает обращенную к нему информацию. Он с трудом может формулировать свои мысли, то есть мышление изменяется. А также меняются еще и навыки. То есть навыки, которые были приобретены в течение жизни, они утрачиваются. Например, человек может забыть, как вскипятить просто воду для чая, хотя он это делал неоднократно на протяжении жизни. То есть утрачиваются, казалось бы, такие элементарные базовые бытовые навыки. И это на самом деле очень опасно, да? Потому что он этот чайник может с таким же успехом и оставить включенным. Безусловно, и оставить включенным, и поставить даже электрический чайник на плиту. То есть и такие ситуации могут быть. То есть, поэтому здесь очень важен контроль. Да, давайте примем звонок. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. У меня вопрос такой. Мы обращались с мамой к психотерапевту, а он нас отправил к неврологу. Не стал ставить на учет. И вот непонятно, какой же врач лечит деменцию. Да, спасибо. Как раз хотела вам этот вопрос обязательно задать. Очень правильный, очень корректный вопрос. Деменция действительно делится между психиатрами и неврологами. Первое обращение должно быть к участковому терапевту. Далее направление к врачу, участковому психиатру. Потому что деменция, как деменция при болезни Альцгеймера, как деменция при болезни Паркинсона, как сосудистая деменция, они все находятся в шифре международной классификации болезней психических и поведенческих расстройств. То есть все-таки это обращение к психиатру. Если мы говорим о психотерапевте, вот сказал наш слушатель, то это немножко другая специальность. Тем не менее направили не к психиатру, а к неврологу. Направили к неврологу. Это тоже правомерно. Неврологи тоже могут лечить, безусловно, деменцию. Но и психиатр, и невролог. То есть это два врача, которые ответственны за лечение деменцией и когнитивных нарушений. Но не гириатор. Гириатор, если только, да, какой гириатор? Психогириатор. Потому что есть психогириатрическая служба. И это, кстати, очень важно, потому что врач-гириатор, он учитывает все сопутствующие заболевания нашего пациента с деменцией. Потому что есть препараты, которые, к сожалению, могут оказывать побочные эффекты в отношении деятельности сердечно-сосудистой системы. И мы должны обязательно решать это вместе с врачами-интернистами, с врачами-гириаторами. Если вы опоздали к началу программы, сегодня мы говорим о деменции. И у нас в студии доктор, врач-психиатр Дарья Смирнова. Звоните, если есть вопросы. 202-11-22. Телефон вы хорошо знаете. А теперь давайте разберемся все-таки, а с какого возраста можно ожидать, наверное, неправильно, да? Как рано это может случиться? Как рано это может случиться? Дело в том, что, как мы уже говорили, все-таки нормальный мозг, он стареет правильно, без деменции. Для деменции должны быть какие-то нарушения, какие-то сопутствующие заболевания. Или гипертоническая болезнь, то есть сердечная недостаточность, то есть сердечно-сосудистые заболевания. То есть это является провоцирующим? Это тоже, безусловно, провоцирующий фактор. И одна из деменций так и называется, сосудистая деменция. Это отдельный шифр международной классификации болезней. Кроме того, когда мы можем ждать, как вы сказали, деменцию? Если мы говорим про болезнь Альцгеймера, про генетические заболевания, при которых деменция как синдром слабоумия или утраты интеллекта проявляется, то это в среднем возраст 65 лет при болезни Альцгеймера. Если мы говорим про болезнь ПИКа, это может быть еще раньше. Это может быть в 50 лет. Если мы говорим о ВИЧ-инфекции, то это может быть еще раньше. То есть различные заболевания, которые сопровождаются, проявляют синдром деменции, и это разные цифры, это разный возраст, о котором мы можем здесь говорить, возраст начала. К сожалению, люди, которым поставили диагноз уже болезнь Альцгеймера, тут мы тоже говорим по продолжительности жизни, и это может быть 8 лет, иногда это может быть 12 лет. После постановки диагноза? Да, а иногда и меньше. То есть все зависит от сопутствующих заболеваний, если есть еще сердечно-сосудистая патология, если есть сахарный диабет. То есть, опять же, мы можем здесь уже видеть такой неблагоприятный прогноз, в том числе по выживаемости. А вообще цифры страшные вы называете, особенно если это может быть еще и раньше 50 даже лет. И представить, что прогноз ВОЗ сбудется, и в мире будет жить около 150 миллионов с таким заболеванием, наверное, действительно такая нерадужная картина. Ну а какие все-таки группы риска существуют у этого заболевания? Вот кто имеет весомые шансы попасть в деменцию? Мы говорим, опять же, да, про факторы риска развития деменции, как нарушение интеллекта прежде всего. Это люди, которые ведут, да, не ведут здоровый образ жизни, то есть люди, которые нарушают диету, люди, которые в недостаточной мере прибегают к физической активности, люди, которые имеют нарушение режима сна и отдыха, то есть вот такой неправильный, да, нездоровый образ жизни. Ну вот про сна и отдыха это понятно, то есть существует, создается какая-то все равно нервозность, неуспокойность в организме. А про диету, что ожирение тоже способствует? И ожирение, и ассоцированное с ожирением гипертоническая болезнь в результате вызывают так называемое обкрадывание головного мозга, гипоксию головного мозга, потому что недостаточное количество оксигенированной крови тогда попадает или неравномерно попадает в различные зоны коры головного мозга при гипертоническом кризисе, при перепадах давления, и мозг начинает страдать. Он начинает голодать, клетки нейрона головного мозга голодают и могут погибать. То есть вот это что касается факторов, например, диеты. Известна также теория, что, например, повышенное употребление сахара и сахарозадержащих продуктов тоже могут способствовать преждевременному старению и гибели нейронов в связи с повышением инсулинорезистентности. И тогда мозг перестает правильно обрабатывать глюкозу, поставлять ее нейронам, и нейроны голодают и опять же погибают. Как известно, нервные клетки не восстанавливаются. Какой фактор самый весомый? Самый весомый, все-таки, наверное, это генетические. Здесь мы всегда, когда мы опрашиваем нашего пациента и родственников пациентов, мы смотрим на генетику, расспрашиваем про семейные, а нам настрадал ли кто-то нерегенеративными заболеваниями, в частности, болезнью Альцгеймера. Так как болезнь Альцгеймера – это 60-70% от всей заболеваемости деменциями. Я нашла информацию, не сама придумала. Это исследование американских ученых. Почти две трети страдающих от деменции – это женщины, и они болеют, переносят ее в более тяжелых формах. Есть такая информация? Действительно, есть такая информация. Это американские исследования. И недавно, вот 2018-2020 год, они также публиковали свои результаты своих новых исследований. Дело в том, что раньше считалось, что женщины страдают чаще деменцией, чем мужчины, потому что продолжительность жизни мужчины меньше, чем продолжительность жизни женщины. В среднем сейчас, когда провели значительную статистическую обработку, это были данные с 1996 по 2016 год, и далее они уже опубликовали вот эти работы, они показали, что женщины даже не две трети, а в два раза чаще страдают деменцией. То есть примерно распространенность 13% у мужчин и 26% у женщин. И как эти ученые заявляют, это связано с накоплением так называемого бета-амилоида и тау-белка. Вот этот тау-белок и бета-амилоид, они способствуют агрегации веществ в клетках головного мозга и во вне клеточных пространствах, в результате чего нейроны погибают опять же. И вот этот тау-белок до определенного возраста, он одинаковый по содержанию в головном мозге мужчины и женщины, но с возрастом все-таки у женщин увеличивается вот это накопление тау-белка, что связано в том числе с эндокринологическими вопросами и вопросами гормонов, женских половых гормонов. Известно, что эстроген, например, является протективным фактором и, соответственно, до периода менопаузы эстроген активно работает на предотвращение деменции и вот этих вот... Так, пока я переварю эту информацию, надо выдохнуть. Давайте посмотрим сюжет, узнаем, что произошло в медицине региона, пока мы не виделись за прошедшую неделю. В детской клинической больнице имени Ивановой провели сложную операцию 11-летнему ребенку. Ситуация осложнялась риском кровотечения из-за близости сосудов. Удаление опухоли выполнили через 10-сантиметровый разрез. Ребенок выписан домой. В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса Ковивак. Ее разработал Центр имени Чумакова. В середине марта выпустят первые 120 тысяч доз. 65 врачей и 28 фельдшеров региона получат в этом году специальные выплаты. Благодаря программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», фельдшеры районных больниц получают после трудоустройства до 750 тысяч рублей, доктора – до полутора миллионов. Новый ковид-госпиталь планируют открыть летом на территории больницы Середавина. Он будет одноэтажным модульного типа. Внутри разместят приемно-диагностическое и реанимационное отделение и палаты на 60 коек. Самарские офтальмологи спасли зрение женщине, обратившейся по поводу кровоизлияния в стекловидное тело. Операцию в больнице Ярошевского провели незамедлительно по программе высокотехнологичной медицинской помощи. Это программа «Звоните доктору». Сегодня мы говорим о деменции. И в студии врач-психиатр Дарья Смирнова, 202-11-22, телефон для вопросов. Дарья Александровна, мы говорили сейчас с вами о факторах риска. А вот по поводу пандемии коронавируса. Говорят, что некоторые переболевшие испытывают тяжелые депрессивные состояния, сходные с, ну, по крайней мере, состоянием деменции. И может ли коронавирус провоцировать наступление деменции? Или, возможно, уже появились какие-то первые данные? У нас очень актуальный вопрос. Действительно, сейчас мы живем в очень тяжелый период пандемии коронавирусной инфекции. И как сейчас выясняется, этот вирус является нейротропным. То есть он оказывает влияние на головной мозг. Поэтому мы видим самые разнообразные ковид-ассоциированные психические и неврологические осложнения. В том числе это и депрессивные расстройства, которые вы упомянули. Это и тревожные расстройства. Но это также и ковид-ассоциированная энцефалопатия. Что такое энцефалопатия? То есть это опять синдром, который характеризуется нарушением внимания, снижением понимания, затруднением мышления. И даже есть такой термин, так называемый brain fog, то есть туман. Ковидный туман, то что в народе называют. Ковидный туман, да, вот так верно он переводится на русский язык. Это англоязычный термин. То есть это как раз вот снижение внимания, затруднение понимания. Это часто бывают так называемые нарушения, которые характеризуются затруднениями в подборе слов. Но это же еще не деменция. Это, безусловно, не деменция, это обратимое состояние. Однако мы знаем, что, например, также при ковид часто встречается, особенно у пациентов, которые переносят тяжелую форму ковид, встречается делирий. Это психотическое состояние. И делирия – это тоже обратимое состояние, то есть человек приходит в норму. Однако и депрессия, и делирия, как известно из исследований психиатрических, они могут служить факторами риска развития деменции в последующем. Что еще такое ковид? Ковид – это вирус, это экзогенный внешний фактор, который действует на головной мозг. И вот мы объясняем даже своим студентам, что такое экзогенные органические и психические заболевания. То есть, когда внешние факторы воздействуют на мозг, мозг выдает определенные реакции. Это описал еще известный психиатр немецкий Карл Бангеффер. И к этим экзогенным факторам могут относиться инфекции, в том числе вирусная инфекция, ковидная инфекция, черепно-мозговые травмы, опухоли и так далее. И вот все эти разные экзогенные факторы могут вызывать одни и те же типы реакций. Это астенический синдром, пожалуйста, ковидная астения, то есть, которую испытывают пациенты усталость, слабость, вялость, раздражительность, недостаток сил, энергии. То есть, это все ассоциировано с этим астеническим синдромом. Кроме того, какие еще могут быть экзогенные реакции? Это нарушение сознания. Это могут быть галлюцинации. Это могут быть делирии. Делирии как качественное нарушение сознания. И это могут быть также, что деменция, то есть, опять, экзогенный фактор, ковид, как вирусная инфекция, влияние на мозг. То есть, число факторов риска все-таки увеличивается. Я не буду спрашивать вас, можно ли вылечить деменцию, потому что известно, наверное, всем, что вылечить ее нельзя. Ну, надо ли тогда ее вообще лечить? Совершенно верно. Деменцию нельзя вылечить, но можно затормозить развитие и прогрессирование болезни. Поэтому деменцию лечить важно, стоит, нужно. Важно своевременно обращаться к докторам при первых признаках деменции, которых мы сегодня уже в передаче упоминали. И включить все возможные меры для того, чтобы остановить прогрессирование деменции. Давайте мы пообщаемся с телезрителями. Алло, здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Елена Сергеевна. Мне 69 лет. Вы знаете, вот в последний год я стала замечать, что вот являются ли такие симптомы, как вот, например, во время разговора. У меня как бы теряется последовательность разговора, и иногда я забываю смысл. Или, например, говорю и хочу сказать какое-то слово или фамилию. И прекрасно ее помнила буквально недавно, а потом раз, вот, практически ее не помню. И зашла в кухню в другую комнату, и тут же думаю, а зачем я туда пришла, что мне тут нужно. Вот эти симптомы являются вот как бы началом, и что можно, как бы это, какие меры, что делать, как развивать. Спасибо большое вам за этот звонок. Уважаемая Елена Сергеевна, да, действительно, с одной стороны, это могут быть какие-то начальные проявления когнитивных нарушений, нарушения памяти, речевые нарушения, которые могут соответствовать синдрому, который мы сегодня обсуждаем. Но, с другой стороны, такие же нарушения могут встречаться при тревоге, при депрессии. Мы сейчас все испытываем стресс вот этой вот ковид-пандемии. Поэтому, чтобы уточнить все же, что у вас за состояние, нужно обратиться к доктору, нужно пройти обследование. И какое это может быть обследование? Безусловно, подробная клиника психопатологическая, беседа, клиническое интервью с доктором-психиатром. Дальше доктор может вас отправить к психологу, который также проведет дополнительные тесты, экспериментально-психологическое исследование. Известно, что это может быть тест часов, когда пациенту предлагается нарисовать часы. Или это может быть тест Векслера для оценки уровня интеллекта. И, наверное, все-таки не нужно откладывать, да, этот визит, потому что мало ли что. Совершенно верно. Чем раньше, тем лучше. Чем раньше мы вступим в борьбу с деменцией, тем больше шансов жить активной, продуктивной жизнью. И, соответственно, не переживать вот эти неприятные симптомы деменции, от которых страдает наш пациент. И прежде чем мы поговорим о самом важном, давайте посмотрим еще один сюжет. На фоне пандемии коронавируса на задний план отошла другая эпидемия, которая не менее активно захватывает мир – эпидемия слабоумия. Число поддавшихся этому заболеванию растет в геометрической прогрессии. Чтобы сохранить мозг, способным к активности, необходимы прогулки на свежем воздухе, витамины решения неординарных задач и, конечно, занятия физкультурой, которые в Самаре по адресу Чкалова, 90, проводит Самарская федерация УШУ бесплатно в рамках проекта «Здоровье пожилых. Перезагрузка». Я вижу, прежде всего, после каждого занятия, внешние изменения. Появляется свет в глазах, они как будто бы оживают, начинают дышать полной грудью. Есть прекрасная возможность общения, есть реальные изменения в улучшении здоровья. Лариса Соболева на пенсии, но дома сидеть некогда. Вот уже шестой год ежедневно приходит в центр, чтобы заняться восточными практиками. За это время под руководством тренера изучила 108 форм тайцзы. Пробовала занятия с холодным оружием, но больше по душе ей пришлась оздоровительная гимнастика и занятия с китайским веером. Нет, ну, конечно, это движение, движение жизни, как говорится, эмоции хорошие, положительные. Я довольна, что я занимаюсь. Если человек не занимается, он быстро деградирует. А здесь и для мозга разминка, так сказать, и для тела. Направлений для пенсионеров в центре несколько. Каждый может найти занятие по душе. Специальной подготовки не требуется. Главное – желание. С возрастом, помимо неприятных когнитивных нарушений, у человека начинается еще и параллельно так называемая сенсорно-моторная амнезия. Это когда человек перестает забывать тело, как нужно правильно двигаться. И у нас уже даже, на самом деле, после 40 нужно уже с телом активно работать. Молодежь в Самаре активно задействована. Люди в возрасте до 40 лет участвуют во всевозможных движениях, занимаются спортом, посещают клубы. Благодаря государственным грантам у людей старшего поколения также есть возможность вести активный образ жизни и продлевать долголетие своего мозга. Справиться с деменцией, когда она уже началась, практически невозможно, но можно предотвратить ее развитие. Деменция Ну вы уже понимаете, я спрошу сейчас вас, как все-таки отсрочить, не получить этот шанс на деменцию. Можно ли что-то сделать и когда этим стоит озаботиться? Прежде всего нужно, конечно, профилактировать деменцию. То есть для этого нужно следить за своим питанием. То есть мы говорим о диете, следить за физическими нагрузками. Замечательный сюжет. В том числе, да, как эти люди. Потому что развивается тогда фронтальная кора, развивается так называемый моторный гомункулес, то есть зоны, которые отвечают за движение, начинают активизироваться. И в том числе показали исследование, то есть увеличивается вот эта вот толщина серого вещества во фронтальной коре, а фронтальная кора, она тоже отвечает за вот эти вот нарушения при деменции. И дальше это, конечно же, режим сна и отдыха. Кроме того, очень важно читать. Считается, что чем больше загружен мозг, тем лучше. Важно читать, причем, такую умную литературу. То есть это должна быть или научная литература, или классическая литература, а не книги из разряда. Не ленты в фейсбуке. Не фейсбука, а не раз, два, три, сделай так, и тогда у тебя все получится. То есть это должна быть серьезная литература, которая заставляет человека задуматься, ухватить сюжет, запомнить сюжет. В общем, важно учить языки. Известно, что люди, которые знают два и более иностранных языков, они могут позволить себе вот этот задел отсрочить наступление деменции на четыре с лишним года. Например, при болезни Альцгеймера это доказательная медицина. Поэтому изучение иностранных языков, и я знаю моих вот коллег, которые уже 60 плюс, и они начинают учить французский, или английский, или испанский язык. И я знаю также моих зарубежных коллег, которые разговаривают на четырех и более языках, и которые 80 плюс лет пишут научные публикации каждый день и активно работают. И причем можно это делать, ведь не обязательно куда-то ходить, а, собственно, можно все это дома, онлайн. У нас, к сожалению, осталась еще очень важная тема. Мы не поговорили о том, как вести себя с таким родственником, который заболевает, как вести себя родным. Но, видимо, вы придете к нам еще раз, потому что тема важная, и мы ее обязательно продолжим. Спасибо, Дарья Александровна. Мы увидимся ровно через неделю в программе «Звоните доктору». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова